Здравствуйте, коллеги. Скажите, пожалуйста, как слышно? Отлично, отлично. Так, ну что, тогда начинаем. Сегодня мы с вами поговорим. Всем, во-первых, добрый день. И сегодня мы с вами поговорим на такую достаточно объемную тему. Это причины гематурии. Нам с вами достаточно часто пациенты на приеме сталкиваются с такой проблемой гематурии. Она может быть по различным причинам. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о симптомах, о диагностике и о лечении патологий, которые характеризуются гематурией. Так, и начнем. Начнем мы с вами с нижних отделов мочеводящих путей. И далее уже перейдем на верхние отделы. То есть я именно структурировала нашу лекцию на нижние и верхние отделы. Не стала разъединять эту тему на кошек и на собак. Решила все обобщить. И сейчас структурировано мы с вами обо всем поговорим. Если говорить о анатомии нижних отделов мочеводящих путей, то здесь нет ничего сложного. Состоит она из мочевого пузыря, уретры и каудальной части мочеточника. Не забывайте о том, что мочеточники тоже впадают в мочевой пузырь. И на этом мы всегда акцентируем внимание. Мочевой пузырь состоит из трех слоев. Это слизистая, мышечная и соединительно-тканная оболочка. Наверное, к каждому из вас приходят на прием с таким диагнозом, как мочекаменная болезнь или МКБ. В общем, представление это означает, что в моче кота большое количество кристаллов, которые травмируют слизистую, вызывают воспаление, а иногда и острую задержку мочи, образуя кристаллитические пробки. Давайте же разберемся, что это за диагноз мочекаменная болезнь или МКБ. Если говорить о данном диагнозе, то вы его не встретите вообще в зарубежной литературе. Вы встретите его только в отечественной ветеринарной литературе. В зарубежной практике вообще такой термин не используется. И действительно, мочекаменная болезнь – это такое собирательное название. В общем, представление означает все это, что в моче кота действительно образуется большое количество кристаллов, и чаще всего мы сталкиваемся с вами двумя компонентами – это выраженная кристаллурия и уролитиаз. Давайте поговорим о каждом более подробно. Если говорить о кристаллурии, то она характеризуется образованием кристаллов различного типа в мочевом пузыре. Это могут быть струвиты. Наиболее часто у котов и у кошек струвиты образуются на фоне концентрированной мочи. Ну, где-то до 8-летнего возраста. Дальше уже, соответственно, чаще всего у кошек старше 8 лет есть сопутствующее хроническое заболевание почек. И, естественно, моча уже не такая концентрированная. У собак наиболее часто струвиты образуются по причине урязопродуцирующей бактерии. То есть мы должны обязательно исключать инфекцию мочеводящих путей. Оксалаты кальция – самые неприятные камни, с которыми мы можем столкнуться, потому что они не поддаются растворению, что у кошек, что у собак. И, к сожалению, когда мы убираем оксалаты кальция из мочевого пузыря, то рецидивы могут возникнуть в течение 2-х лет с момента операции. Ураты. Ураты могут образовываться как у кошек, так и у собак. Наиболее часто, наверное, я сталкиваюсь все-таки с собаками с образованием уратов. Могут образовываться по причине портосистемного шунта. Могут образовываться по причине нарушения пуриновых обменов в организме. Цистины у нас могут образовываться и у кошек, и у собак. Чаще всего мы можем сталкиваться с нарушением... Как раз таки тут важно сказать у кобелей может быть адрогензависимая цистинурия у некострированных. Поэтому, если вы обнаружили у кобеля, особенно у таксы, цистины в анализе мочи, то отправляйте такого пациента на кастрацию и, соответственно, увеличьте шансы на ремиссию. Также цистины образуются из-за нарушения реабсорции цистина в почечных канайцах. И здесь можно их попробовать растворить медикаментозно. Если цистины уже достигли каких-то больших размеров, то это только хирургическое лечение. И наиболее часто, с чем мы будем сталкиваться на приеме, какие клинические проявления, владельцы обычно вам описывают ситуацию, что происходит с животным. Наиболее часто это дезурия, то есть мочеиспускание небольшими порциями. Это гематурия и пестронгуре. Долго сидит на лотке, не может пописать. Особенно действительно пугает владельцев, когда они видят непосредственно кровь в моче. Их это очень сильно пугает. И тут они сразу же прибегают на прием. Если говорить о уролитиазе, то уролитиаз характеризуется наличием уже уролитов, конкрементов в мочевом пузыре и в уретре. Клинические проявления уролитов в мочевом и уретре, ну, схожие. Как и с кристалурией, у нас может быть гематурия, потому что уролит может болтаться в полости мочевого пузыря, травмировать слизистую. И ввиду этого у нас могут образовываться эрозии и язвы. Соответственно, мы будем видеть мочеиспускание с кровью. Также уролиты могут провоцировать симптомы дизурии. То есть пациент будет часто присаживаться, опять же, по причине травматизации. Ну и плюс, когда уролит находится в мочевом пузыре, он подвижный. Повторюсь, он травмирует слизистую мочевого пузыря. И на вот этой погрежденной слизистой очень часто адгезируются бактерии, то есть присоединяются. И сопутствующие вы можете еще поиметь и бактериальный урацистит. Ну и о задержках тоже мочи стоит помнить. То есть тронгурии, мочеиспускание по каплям может быть, может отсутствие вообще мочеиспускания быть. То есть пациент, животное может присаживаться в вынужденную позу, но ничего не происходит. Соответственно, когда к нам с такими клиническими симптомами поступают пациенты на прием, в первую очередь, ну что делаю я, это обязательно УЗИ-диагностика. И что на УЗИ мы можем видеть? Вот здесь как раз таки картиночка наша с вами слева. Здесь указка вам показывает. Здесь мочевой пузырь. Скорее всего, после острой задержки мочи вы видите, какое большое количество кристаллов в полости мочевого пузыря мы видим. И обратите внимание, есть вокруг мочевого пузыря вот здесь следовое количество жидкости. Наиболее часто такую картину мы можем видеть при острой задержке мочи, когда образовалась кристаллитическая пробка. Самая узкая часть уретры – это пенисная часть уретры. Если мы видим выраженную кристаллурин, то очень часто в пенисной части уретры образуются кристаллитические, фибриновые пробки, что препятствует нормальному оттоку мочи. Когда у нас происходит острая задержка мочи, мы ее разрешаем, все становится хорошо. Мы видим вот здесь небольшое количество свободной жидкости. С этой жидкостью ничего делать не нужно. Не нужно иголками, ты как животное, чтобы брать эту жидкость на исследование и понимать, что это на цитологию, что это такое. Чаще всего после разрешения острой задержки мочи, эта жидкость самокупируется и с ней ничего делать не нужно. Здесь на УЗИ мы видим мочевой пузырь, умеренно наполнен. Большое количество кристаллов и видим большое количество конкрементов, уролитов в мочевом пузыре, которые дают явно эхоакустическую тень. Соответственно, здесь конкременты, если присмотреться, это не один большой уролит, это множество мелких уролитов, которые между собой соединились и образовался такой снежный ком. Вот здесь два варианта развития событий будет. Но как бы я себе это представляла? Если это, соответственно, сука, то мы можем поступить двумя способами. Я предлагаю владельцам два варианта развития событий. Если у нас уролитиаз клинически никак не проявляется, мы сдаем анализы мочи, мы можем попробовать его медикаментозно порастворять. Потому что мелкие уролиты у сука достаточно широкая короткая уретра, соответственно, мелкие уролиты будут выходить естественным путем. Если такую картину вы увидели у кобеля, то, соответственно, здесь, скорее всего, нужно предупредить о том, что нам потребуется операция, потому что это бомба замедленного действия. У кобеля уретра достаточно узкая, длинная. И с током мочи у нас уролит может просто-напросто в пенисной части уретра вызвать обструкцию и непроходимость. У нас, опять же, произойдет острая задержка мочи. И это уже будет ургентная ситуация, когда нужно здесь и сейчас бежать в клинику и разрешать уже, соответственно, ОЗМ. Если мы говорим о суках, то здесь, опять же, очень важно сказать о том, что если у суки есть явные признаки дизурии, макрогематурии, то, естественно, о медикаментозном растворении здесь сложно говорить, потому что я, опять же, люблю отправить пациента на цистоскопию с извлечением уролитов, потому что здесь уже явные клинические проявления. И причина – это уролиты. Они травмируют слизистую, и как бы я их быстро не пыталась растворить, это не происходит за один-два дня. Это все равно занимает какой-то промежуток времени, а животному уже плохо. Поэтому проще извлечь уролиты и уже дальше, соответственно, нужно корректировать терапию. Если посмотреть на снимок справа, то наиболее частое место обструкции у кошек – это шейка мочевого пузыря. То есть здесь вот как раз-таки классика жанра на картинке. Очень часто забиваются уролиты. Мы можем у котов и кошек делать урогидропропульсии, эти уролиты эмигрируют обратно в мочевой пузырь. Ну и, соответственно, не забываем по поводу пенисной части уролитра. Это что у котов, что у кобелей, к сожалению, самое наиболее частое место обструкции.